Ой, ну ладно, короче, все, жалобы потом приниматься уже не будут, сами виноваты. Будете терпеть и страдать. Блин, теперь мне слишком громко все. Все управления запомнили? Суперважная инфа. Так, это наша комната. Нас зовут Модацуки. И это единственное имя, которое есть в игре официально. У нас один ХП. Нет. Здесь нет каждого. Они не нужны. Мы ходим по снам. В снах не нужны карты. Ты просто ходишь и наслаждаешься атмосферой. Короче, нас зовут Модацуки. Мы выглядим вот так. То, что у нее на свитере, типа вот в красной рамочке, говорят, что это окно. Я не знаю, как люди это смогли разглядеть, если честно. Но, типа, Модацуки имя означает что-то связанное с окном. А у нас ночь на балконе. Короче, если в разное время выходить на балкон, то, типа, бывает ночь, а бывает день. Ну, типа. Неизвестно. По-моему, ну да, можно сохраняться, типа, днем. Со шкафом делать ничего нельзя. В кровати можно спать. Телек у нас неуплочено закабельное. Так. В дверь мы не хотим выходить. Ну, возможно, она не хочет, возможно, не может. Никто не знает. О, это потрясающая вещь. У нас есть приставочка. В ней есть шикарная игра. Просто богичная. Да, игра в игре. Тут еще какой-то код можно, типа, стрелочками ввести. Но я не помню. Вон, сейчас, ладно, я попробую. Нет, я не помню. Там что-то, типа, в два раза вбок нажать, два раза вверх, два раза вниз. Или все-таки попробую. Бали. Нет, не хочу. Все, хватит с меня. Короче, есть такая теория, что из-за того, что эта игра слишком прекрасна, девочка больше ничем не занимается и тупо ложится спать. Потому что выдерживает эту игру. Кто про геймер? Сам хочешь в это поиграть? Она есть, по-моему, в онлайновом варианте, типа, такая же игра. Можно в нее наслаждаться просто играть. Короче, делать мы тут больше ничего не можем. Поэтому мы идем спать. Мы можем наслаждаться видом. Ну, вот, кстати, вот конкретно это небо в одном из миров будет отражаться. Типа, ну, по-моему, там то же самое. Возможно, это совпадение? Какая картинка. Ну, да. Короче, во сне мы сначала оказываемся на балконе. Всегда. И у нас появляется такая угнетающая мусочка, которая означает, что мы во сне. И приставочка у нас пропадает. Все остальное остается. За столом делать ничего нельзя, но можно так. Эй, как оно делается? Да, блин. Все забыла уже, господи. Да, блин. Алло. Что началось? Я же умела прыгать на стульчик. Черт-ка чай. Я забыла, как прыгать на стульчик. Ну, что такое? Ну, что такое? Какая шутка была украдена, простите. Шутка про инвалидный окрест. Короче, можно, по идее, игру так проходить с такой скоростью. Это потрясающе. Где мы еще такое видим? Так. Так. Телек. Показывает глаз. Опа. Опа. Блин. Со второго раза. Веселье. Ну, вообще тут прям со второго раза что-то прокнуло. А так предполагается, что если игрок просто периодически нажимает на этот телек, без любопытства, и когда-нибудь ему внезапно вместо этого глаза показывает вот это, и происходит вау-эффект. Короче, в новостях опять ничего интересного. Это наш мир снов. Комната называется Nexus. И тут у нас двери в разные миры. Типа. Блин, я так интересно рассказываю, правда, да. Хе-хе. Хе-хе. В общем, в каждом, ну вот, как их назвать, это основные миры типов, которые можно попасть отсюда. И в каждом есть один эффект, ну, минимум один эффект точнее, и переход в еще какую-то локацию. А из вот этих как бы внутренних локаций уже тоже могут быть свои переходы, а могут быть тупики. Но вот эти основные миры, они никогда не тупики. Там всегда что-то есть. Ну, пойдем сначала. Ну, пойдем сначала. Короче, я думаю, что... Я сначала соберу более-менее эффекты в основных мирах. А потом уже буду дальше... Трясающий образец искусства. Блин. Хе-хе. Дота 2. Хе-хх. Хе-ххх. Ну, Nexus... Честно говоря, я не помню, почему. Довольно распространенное слово. Видимо, какой-то латинский Короче, разные клеточки Сдают разные звуки Правда весело И на фоне плавает какая-то ебанина Короче говоря, несмотря на то, что... А, вот это у нас обезьянка нарисована Ну, ее так, конечно, особо не увидеть Но вот это голова обезьянки Ее можно увидеть только на карте Которой нету Ну, типа, карты, конечно, есть в Вики Всякие вариации обезьянок довольно много тут встречаются Ну вот, я говорила, что несмотря на то, что я знаю, где что более-менее лежит Я иногда очень долго тыщу У меня бывает какие-то супер затупы Ну, или не затупы Возможно, проще иногда и не знать, где что находится Просто гуляем Просто читаем Только гуляем Что-то я уже куда-то не туда иду, на самом деле Что тебе видно? Что я туплю? Где поддержка от чата вообще? Никогда никакой поддержки Мы тут играть пришли или спидранить? Кстати, на Твиче был спидран по игре, я видела Типа, ну, наверное, еще и есть до сих пор Я, правда, не знаю, какой это Рекорд это или нет Но спидран был, чувак, где он Да блин Я не особо люблю эту локацию, на самом деле Еще не хватало по ней 10 лет ходить Я сейчас найду все Все, кроме того, что мне нужно О, все Замечательно И это эффект Велосипед На велосипед Прокатиться на велосипеде Прокатиться Еще можем делать так Ну Ну, я думаю, что О, сюда пока не пойдем Минут на 10 Что, спидран? Ну, типа, да Ну, нет Я не помню, сколько там было по времени Или ты про меня говорила Про то, сколько я буду ходить по этой локации Так, найдем ли мы дверь обратно? Или нам придется просыпаться? Ну, да, конечно Велосипед мы нашли еще второй раз Где Дверь? Я не помню, сколько там по времени Вообще, да, он довольно быстро делается Там есть Там есть локация, которая называется Ад И Из этой локации есть Два перехода важных Для эффектов Типа, эта локация, по-моему, все равно Довольно долго занимает по времени Там будешь пока лазить Возможно, ну, нет 10 минут ты там, конечно, не потратишь Но, короче, ладно Мы просыпаемся Я не хочу искать дверь Что там у нас? Блин, у нас опять ночи Алло Легла ночью, проснулась ночью Вы уже посмотрели, что я Это Типа, рекорд? Или это именно Твичевский спидран? Да А ты, когда пишешь, что я смогу И у меня получится, не подваливаешься Это твое искреннее чувство Так, придумать бы, куда мне дальше идти Наверное, куда-нибудь сюда Блин, ну ладно Тут тоже сойдет Вот тут опять обезьянки Ну, по крайней мере, это я их называю обезьянками Конечно, трудно сказать, что это такое Но мне из-за хвостов кажется, что это обезьянки Вот эту локацию я, на самом деле, не очень люблю И я почти никогда в ней особо не тусила И я ее даже плохо помню Как-то так Тут мы тоже ищем эффект Болеешь за меня Именно поэтому ты заболел Простудой Может быть, это я должна была заболеть А заболела ты Как мило Что это такое О, ворота Пока тоже сюда не пойдем Вот эти вот штучки фиолетовенькие Вот это что такое Это типа глаза Ладно Тут все флекси Идем дальше Идем дальше Один дыр Вообще скучноватый мир Не знаю Мне кажется, он какой-то Не то дело Просто чуваки сосчитали И все О, грустный щит Грустный щит Это значит Блин Эффект Вреди Блин, опять ворота Проблема в том Что фигня Которая дает эффект Тоже движется Ладно Будем просто зигзагом ехать Это всегда работает Более или менее Вон там Да Я вас уже всех видела О О, я вижу Нет Ай Меня глючит Блин Что происходит Конечно В некоторых локациях Эта зацикленная музыка Она Не особо приятна Даже может быть Во многих локациях Знаем Но в некоторых Она хороша Вот Котя Подожди Не убегай Твою мать Прекрати Как делать Да Да Перестань Кошка Да елки-палки Она Снимается До мною Блин А ее же Можно так поймать Кошка Ты охренела Так Ладно Может Ты сама Ко мне придешь О Не исключено Так Теперь у нас Есть кошка Кстати Интересно Кошка Действует На саму Кошку Кошка Короче Когда ее Используешь Она Притягивает НПС Да Она действует На саму Кошку Видите Как она Приползает Ну это короче Полезный эффект На самом деле Тут 24 эффекта Из них Полезно Не знаю Штук 5 Может быть Так Найдем ли мы Дверь Новый вопрос Да Плинин Опять эти ворота Они прям Соблазняют Может быть Зайти Я не помню Что там А Тут Лабиринт А куда Он Приведет Минус Эпилептики Добрый Ей Чемчусь Тут у нас Блин Не знаю Хочу Для туда Ну в принципе Ладно Кошка Блин Там музычка Была Клевая Ну ладно Троплятый Старый дом Короче Локация Немножко Пересекалась Короче Практически Все НПС Никак С нами Не взаимодействуют Не хотят Общаться Возможно Возможно, они просто не видят героини, и для них она не существует. О, привиденька. А ну-ка. О, она действует на привиденьку. На самую высокую башню. Вот поэтому я называла моба из реплики гномиком. Из-за вот этих гномиков. Ну, вообще, НПС можно убивать, когда у нас будет чем убивать. Ну, это трудно назвать взаимодействием. Ну, вообще, кстати говоря, насчет убийства, типа, предмет, которым их убиваешь, если ты его просто экипируешь, то большинство НПС начинают нервничать. То есть, они либо вообще убегать пытаются, либо, о боже, Рамикс, ты чего не спишь? Теперь я буду слишком нервничать. Что ты пришел надо мной издеваться? Что я говорила? А я говорила, что, ну, типа, НПС реагирует на предмет, который им угрожает. Поэтому, значит, все-таки они героиню видят. Ну, возможно, они ее просто ощущают. Хорошо, ты спишь. А что там на амазоне? Грибочки. Да, блин, грибочки. Уйдите. Так, по-моему, если просто стоять, то они двигаются. Правильно. Теперь мы можем быть демоном. Теперь мы можем быть демоном. И милота какая. И из одной локации потом в форме демона можно будет переместиться сюда. И практически это единственное применение этому эффекту. про людей, что выживают на острове. Блин, это интересно. Блин, а как может быть же РПГ про остров? Это же довольно ограничено получается. То есть они там тусят на острове и все. Короче, я тут еще не видела какую-то верхнюю локацию. Там должен быть выход на одну штуку. Блин, тут вниз. Тут я уже была. Что началось? Заброшенное здание подземной лаборатории. Это специально подготовленный для ЖРПГ остров. Я так понимаю. Блин. Я хочу найти. Проход нужен. Но тут я вроде бы везде уже была. Он же есть. Я же не придумала его. О. Тут я не была. Или была. А, нет. Я отсюда приходила. Блин. Ага. 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 Жаба Посмотри её на стримах Мне уже кто-то, по идее, будет играть Блин, я, наверное... О, я тут не была, да? Да? Точно Всё, я поднимаюсь наверх Ой Или я сейчас опять к гномам приду? А, вот, я сюда хотела Хотеть, на самом деле, бесполезно Ну, типа, когда с другой... С другой локацией сюда вот приходишь В это место То видишь вот эту лесенку На эту лесенку можно выйти только отсюда Не знаю, тебе дают посмотреть на эту локацию Что она вообще есть Так, ну... Выбираться отсюда нет смысла Я думаю, надо просыпаться, потому что... Чё-то... Бесполезно всё Что у нас там на балкончике? Блин, опять ночь? Почему всё время ночь? Блин, опять ночь Опа! Хе-хе-хе Рекламная пауза Так, чё нам ещё надо? Ммм, я хотела гномика поймать Просыпаться каждые 30 минут это про что? А, броня... А, броня... Ну, нет, когда она просыпается... Это же неизвестно, сколько времени прошло О, вот это... Единственный типа враг в игре Вот эти тётки с клювами Но тут она в добродушном состоянии Короче говоря Они опасны, когда у них глаза становятся розовыми или красными Ну, в некоторых локациях они сразу злые бродят А в некоторых ходят вот такие добрые Пока их ножом не порвают Ну... Это неправда Это то, что, типа, вся кофе в нём можно только под наркотиками творить На самом деле, некоторым людям ничего такого не надо вообще Они изначально находятся в некотором состоянии сознания таком О, гномик Стоять Так Теперь у нас есть гномик Теперь мы можем быть маленькой И ещё можем делать вот так Вот правильно, кстати В снах уже действительно происходит всякая хрень Эй, подожди нас Кстати, тут довольно жестокий механизм убирания человечков Так, ладно Тут я взяла, что хотела Теперь либо искать дверь, либо просыпаться Ну, дверь Всё очень удачно Так Ну теперь, раз у нас коротышка есть, мы можем пойти вот сюда Наверное Привет, дример Дример пришёл на игру про сны Правда, классно? Когда я первый раз играла, я думала, что эти цифры что-то значат Но они не значат ничего Помогают Все Вы У 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 Да, это фигня с друзьями На Твиче, конечно Неприятная Еще когда тебе кто-то кидает заявку на друзья Непонятно, то ли он лоханулся То ли он действительно такой дружелюбный Каждый раз думаешь так Да, Дриммер, правильно не ждешь Человечек Блин, он мигающий Я и не помнила, что он такой мигающий Так, куда-то я не туда зашла О, сюда можно попасть И мы это сделаем Я думаю Сюда тоже можно попасть попозже Ну точнее можно даже сейчас Ну ладно, мы сейчас зайдем Ну правда мы там ничего сделать не сможем Они тут тусят Вообще можно пройти Так как они двигаются Типа очень-очень медленно В этом переполненном автобусе Можно продвинуться туда К краю Но вообще нужно их просто вырезать Так, вообще нам нужна дверь Где она есть? Только не эта Ту мы заходили Кстати локация вот эта С ограниченными краями Большинство локаций без каких-либо Вот таких границ видим О, нам сюда Локация с фонариками Люблю фонарики Блин, надо было Ну ладно Я перекупила Не можем Выбраться из этого кошмара Ну а что на самом деле О, я даже лампу сразу нашла Человек-лампочка На самом деле Не знаю Сказать, что это кошмар Потому что Тут практически Никто к ней не агрессивен И Ну даже более того Агрессивно становится она С оружием И единственные Типа существа Которые Ее преследуют Это поехавшие Вот эти Девушки-птицы Они просто Ее телепортят На закрытую локацию И все Ну то есть Не убивают Ничего Но я когда первый раз Играла То мне было очень страшно Ну точнее Даже не очень Но мне было страшно Я играла по ночам Но основная проблема Была наверное в том Что у меня было Не очень адекватно Психологическое состояние И я такая Блин Мне страшно Все равно играла О Так Мы отсюда пришли или нет? Нет Тут можно просто Дождаться Одного Существа Можно попытаться Его кошкой вызвать Но это все равно Довольно долго Но мы это сделаем Я думаю Нам все равно Торопиться Некуда Фигней тут Страдаем Ну как бы Она тоже Не агрессивная Это ты решаешь Будет ли она Агрессивная Если ты будешь Убивать Всех НПС Она 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 Сама Ни на Кого Не кидается Я вот знаю Фанатскую Игру И там Такой момент Есть Очень Странный Ты Находишь Оружие И потом Попадаешь В локацию Где О Так Все мы вызвали Чудо-юдо Вообще Сюда Я поэтому И хотела На самом деле Сначала Эффекты Пособирать А потом Уже Ходить По Амирал Потому что По моему Если на него Остановку Применить Светофор Который Останавливает НПС То он Выглядит Немножко По-другому То есть Некоторые НПС Выглядят По-другому Когда на них Юзаешь Стоп Скорее всего У него Просто Цвета Меняются И все По-моему Сам Не особо Меняется Да С доставками Это вообще Так обидно Иногда Что-нибудь Находишь Такое У меня Иногда Что-то Дешевое И доставка Типа На Десять Тысяч Б Нет Ролики С теорией Не будет Потому что Я не люблю Теории По-именнике Я считаю Что Не все Бануты И Я опять же Считаю Что автор То как раз Ничего Особо Не вкладывала У него На сайте В описании Игры Было Изначально Написано Что Ну Грубо говоря Что это Симулятор Ходьбы Что Суть Игры В Эксплоринге И просто И все И Все эти теории Единственное То что В теориях Ну это как бы Не в теориях А мне нравится То что Люди находили Какие-то Пикчи Каких-то Ну то есть У него тут Завязано все На какой-то Индейской культуре То ли ацтеков То ли что-то Такое Вот эти обезьяны И находили Какие-то ковры Которые реально Очень похожи На вещи Вот Ну даже На ее Собственный Ковер В игре И на Всяких Вот этих Обезьян Из игры То есть Ну вот это Довольно интересно То есть Откуда-то Он это Брал Действительно Из каких-то Реальных Штук А теорий А теорий Такое Вообще Фу Прям Не знаю Они все Ужасные Ну вот Я рассказывала Что есть фанатская игра И там И там И там Когда ты Находишь Оружие И потом Приходишь В локацию Где лежит Какой-то Больной Мальчик И ты Просто Нажимаешь Взаимодействовать С ним Ну как Обычно Типа Энтером Обычное Взаимодействие У тебя Автоматом Экипируется Это оружие И ты его Убиваешь Вот это Блин Такое себе Решение Конечно Клевое Именно То есть За тебя Все решают Тут Такого Нет Так Мы отсюда Пришли А нет Тут мы Вызывали Чудо Так Мы Ищем Штуку Шить Футболку С любовью Ну Про Death Stranding Как бы Понятно Что Кодзима То Явно Что-то Вкладывал В это Много Чего Вкладывал А тут Так Сейчас Мне По Чем Надо Сделать Поэтому Будет Пауза Добавляю 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 Продолжение следует... 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 Ну вот в реплике, кстати, вот эта музыка была на фоне музыки в той локации То есть он взял вот эту зацикленную мелодию, а на нее наложил сверху свою мелодию В принципе, там клево это сделано Девочка в алхимике? В аниме? Так, тут мы все посмотрели Осталось только как-то найти дорогу обратно Ну или проснуться А, нет, ну или да Блин, иногда быстрее проснуться, конечно Гораздо быстрее Но химера это Типа Создание, сочетающее в себе куски разных животных Типа, как она могла быть собакой? Если она химера, значит она химера Вообще не люблю фонари А, и у нас есть лампа, я уже забыла Мы можем пойти в темный мир В темном мире можно, конечно, и без лампы ходить, но Тогда там не будет видно красивый узорчик Блин, ладно Наверное Девочку засунули в собаку Господи Господи Зачем? За что? Зачем ты это смотришь? Неудивительно, что тебе эта игра не показалась странной Так Короче, я устала, я просыпаюсь Заодно, может быть, наконец будет утро В нашей Типа, реальной комнате Да камон! Тут же бывает утро Я точно помню Смотрел, чтобы быть в тренде? Да ладно, тебе нравятся алхимики, я знаю Песик и девочку не знаю О! А вот эту как раз мы не видели локацию В смысле Во сне тоже меняются вот эти фоны Вот, наверное Вот там, короче Внизу что-то белое Вот Справа В самом низу начинается Кончина Типа вот эта гора идет И начинается что-то белое Я раньше все время думала, что там А потом поняла, что возможно Это как раз корабль Который падает А дальше будет корабль Который упадет на Марс И У меня есть ощущение, что это он и есть Там валяется Ну да, корабль Ну это прикольно Ну типа мы видим уже упавший корабль Хотя в снах мы участвуем в его падении Ну я не уверена, конечно, что это он Хотя можно, наверное, ну Я даже не знаю, есть ли Вытащены вот эти картинки из игры Фонов Там видно это или нет Я как-то даже не проверяла Так Пойдем в темный мир, наверное И какой из них темный? Ясно понятно Ну тут музыка, хотя и тревожная Но она не раздражающая Своя зацикленность Контент на канале А на канале ничего не написано, между прочим Что тут стример стримит Так что никаких претензий не может быть, понимаешь? Но изначально я просто хотела реплику пройти И я поняла, что мне нужен какой-то стимул Для того, чтобы ее пройти Привет Я просто хотела пройти реплику на стримах И дойти до конца Что я и сделала Дример, я знаю, что сделаю Я тебе скину подборку Специально сделаю И скину тебе подборку игр В которые ты можешь поиграть О, привиденька Это привиденька, которая нас любит Оно летает за нами везде И у него есть брат Такое же привиденька Которая нас не любит И убегает от нас Ну и собственно Это единственный НПС в игре Который Так на нас реагирует Хоть как-то Проявляет очевидный интерес Подборку Подборок Но я собираюсь сделать одну подборку Специально для Дример Так что Из одной подборки нельзя сделать Подборку Подборок Да и собственно Я уже подумала о том Что мне будет лень Подборок Да и собственно Я уже подумала о том Что мне будет лень Подборок Вспомнить бы Какие А нет Я хочу светофоры еще найти Я не помню Как искать светофоры Если честно Да, Рамикс Чего именно ты хочешь? Эксклюзивный контент Для человека с чат Я кстати открывала Какую-то Женщину Недавно Случайно И Она играет в игру И при этом Она еще поет И Она делает Для своих Типа Верных зрителей Скажем так Записывает Тоже Песенки Типа специальные Но я как раз Открыла на таком моменте Когда пришел кто-то в чат И она сказала Вот я тебя ждала Специально Я тебе написала Такую штуку И типа Буду тебе петь И получилось Что я это послушала Немного Да блин Я не могу найти То что мне нужно Я просто хожу С велосипедом Быстрее искать Даже несмотря на то Что ничего не видно Типа Может велосипед Все таки на вид Зато вы бы не увидели Скелетов Без лампы Хотя вы наверное И так не смотрите И не видите скелетов Ужасно про песни Ну Я не знаю Мне кажется Ее же смотрят люди Которым это нравится Значит Это довольно прикольно Наверное Ну как бы Поет она нормально Просто Ну в таком типа Бардерском стиле Я такое не очень Люблю на самом деле Так Это какие-то Забедренные кости У меня такое ощущение Ладно Я так ничего не найду Да Блин Я все сломала Будем в потемках ездить Ну привиденька Блин Привиденька светится В темноте Лол Предмет Ищись Топ контент Черный экран На стриме Все довольны Во ворот Не надоело Я уже второй раз Похожу эти ворота ХП здесь Потому что Типа Это РПГ мейкер Ну мы по-моему С тобой уже говорили Я говорила И я так понимаю Что он просто Не убирал ХП Но он добавил То что Автоматы Которые Продают Баночки Блин Это Автоматы Которые Продают Баночки Они Добавляют ХП Типа Они не бесполезны Ну Как бы Бесполезны Потому что ХП не нужно Нет To the moon Да У них Другие Игры Есть И Они Действительно Немного Такие Маус Поехавшие Точнее Не у них А Это же Один Ну как бы Основной Автор Который Это делал Я забыла Какого Зала Блин Я никогда Не найду Что ли Что Началось Ужасно Мы В этом Мире Навечно А что Если Эта игра Настолько Гениальна Что В ней Есть Какой Нибудь Один На Миллиард Шанс Что Эффекта Просто Не будет В мире В конкретном Сне Так Я устала Господи Что Происходит Максимальная Наверное 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 Это только Взломав Игру Можно Сделать Потому что Формить Монетки Это Прям Я не уверена Что кто-то Реально Вручную Формил Думаю 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 Настолько Поехавших Нет Да Какая Разница Ты Думаешь Что Это Типа Достик Сделать Максимальное ХП Он Такой Себе Достик Ужас Нет Ты Понимаешь Что Тут Монеты Падают Рандомно Не с Каждого НПС Тебе Надо Просто Ужасно Много Формить Чтобы Набить Столько Монеток И Банка Стоит Не одну Монетку А Сколько Там Стоит Правда Падает Тоже Не падает Конечно Я Не могу Найти Нож Алло Спасите Я Еще Отвлекаюсь На Ваш Чат Нет Нет Секретных Эндингов 30 лет Ты По крайней Мере Уверен Что Можешь Прожить 30 лет Это Довольно Самоуверенно С твоей стороны Я Ни в чем Никогда Не уверена Ладно Ребенец Я думаю Ты вернешься И я Все еще Буду Искать Нож Принеси С кухни Нож Вот Я Придумала Блин Я Уже Настолько Устала Что Я Просто Иду Прямо А Притом Что Тут Нельзя Ходить Прямо Надо Идти По Диагональ Его же Вообще Не сложно Найти Он Просто Лежит Никогда Даже Не двигается И все Рамикс Чтобы Проснуться Завтра Тебе Надо Уснуть Понимаешь А ты Лазишь По Амазону И Смотришь Странные Стримы Как вы думаете Какой палец Мне показывает Эта штука Так ладно Скелет Вот это Какая его часть Нож По-моему Был В руке Насколько Я помню Типа Рядом С рукой Или Значит Надо Искать Руки Все Придумал Нет Это не рука Блин Вот ты Про фарм Монеток Говоришь А я Тут Просто Предметы Найти Не могу И у меня Терпение Уже Заканчивается Может Мне просто Прийти В другой Раз Может быть Я угадала Про то Что бывают Такие Варианты Когда Эффект Не кладут Ну Тут же Она Проскролливается Поэтому Да и тем более Зачем рисовать Так можно О Я нашла Руку Так О Все Точно Действительно Он просто Между руками Находится День Нож Вооружиться Ножом Блин Ладно Уходим Отсюда Так Все Просыпаемся Так Сейчас Будет Утро Да Почему Игра Вдеватель На мной Если я Засейвлюсь А потом Зайду Будет Опять Ночь Да Ты помнишь Типа По-моему Как раз У тебя Было Разное Просто Возможно Ты не Обращала Внимание Не Ладно Не хочу Так Так А вот Как бы нам Найти Светофор Учитывая Что я не очень Помню Как туда Попасть Так Тут у нас Ничего Интересного Тут у нас Тут мы Были Тут мы Тоже Были Сюда Я не Хочу Хотя Там полезная Штука Ладно Возьмем Полезную Штуку Ооо Рамекс Помнишь Эту Локацию Затук На 10 лет Спокойной ночи Блин Еще Руку Эту Определять Нужно Полонагал Полонагал Рад О' О' обл千 Полонагал У например вот этих чуваков которые на фоне он же точно не сам изобретал это точно же взято из каких-то эти индейских рисунков мне вообще не понятно насколько он именно взял так готовыми или рисовал нашлась и эффект превратить голову в ладонь с глазом на нас телепортит в nexus короче тоже полезная штука так из полезных у нас пока нож рукамов кошка велосипед 4 но вам по тоже полезно 5 значит тут больше 5 полезных предметов тут мы были а тут нет и сюда пока не хочу а тут темный мир блин как найти светофор вот в этих лужах отражается небо которое в реальном мире вот на балконе как раз это ночное небо хотя возможно это не именно но похоже ну переход сразу нашли ну да он включил адекватность пошел спать ты уже домой собираешься тут кстати фонарики их можно включать и выключать а в другом мире с фонариками где мы были и где находили лампу их нельзя включать и выключать да это неожиданно правда мне кажется что если смотреть на стриме то она вообще не производит впечатление просто ну точнее это оно как какое-то впечатление производит типа довольно сюрреалистично и ты так посмотришь и думаешь ему интересно но когда играешь вот в полный экран и с этой музыкой и особенно если ночью то погружаешься в игру дорамикс господи ну жрпд очень долго играть и я играла типа по полтора часа эти стримы о зонтик мне не хочется браться за что-то такое реально большое и я буду расстраиваться потом типа если я не добью а есть вероятность что я не добью и я не хочу расстраиваться типа если я буду по два часа играть в жрпг на сколько часов там пятьдесят ну как бы на твоих стримах да арамикс потому что у тебя вообще очень хорошая способность разговаривать а у меня такого нету ну я не могу просто так разговаривать мне все равно надо чтобы что-то в чате было типа у меня нет такого скилла ну не знаю нет мне все таки кажется что юменики для стрима это ну типа стрим не передает атмосферу потому что эту атмосферу можно только если вот один сидишь и играешь сам можно почувствовать я думаю так вот вот эта локация в ремейке юменики хотя ее добавили с патчем типа то есть она даже не сразу там была сделана но она очень классно сделана прям очень очень классно там короче вот эти блоки они в воздухе и можно по ним только прыгать и жутковато то есть ты стоишь на вот этих платформах короче не знаю там классное ощущение так девочка мы пока с тобой не будем разговаривать возможно хорошо рыба так вот отсюда мы можем выйти но зайти нельзя короче из другой локации нас телепортит вот сюда и мы выходим из этой дырки насколько я помню так мы ищем шапочку больше нам пока ничего не надо ну хотя ладно я для потомков взаимодействию с девочкой для того чтобы показать как с ней общаться да а что такое смотреть стрим на работе например сейчас бы еще дома стримы смотреть вместо того чтобы самому играть ну сейчас бы на работе каждую минуту работать да вот вы вообще о туалет ну правда в игре есть еще один туалет и я на него не заходила ну ладно посмотрите на это хотя он мужской блин она на велосипеде не хочет заходить надо же постоянно здесь ну блин подожди стрим сколько идет два часа даже не идет даже меньше ну и типа у него уже это у него уже конец рабочего дня он там ничего такого не делал или ты имел ввиду на твиче постоянно вообще не именно сейчас и здесь так где моя шапка тут тоже обезьянка на фоне обезьянка с рогами обычное дело так ладно сейчас с девочкой поговорю о она даже не ушла лол она короче часто просто кидает а ну да она ушла типа второй раз она ушла короче девочка невидимка когда с ней взаимодействуешь она телепортит на рандомную точку ну как бы не совсем рандомная у нее несколько точек куда она может телепортнуть и потом она исчезает и если не попасть туда куда надо то потом еще ее опять искать но при этом если с ней поговорить в определенной форме то она не уйдет потому что ей нравится когда ты одет определенным образом или выглядишь определенным образом а ты бы смотрел стримы если бы интернет был ну подожди у тебя а что значит нет интернета у тебя же может быть свой интернет с телефона или ты просто или он там не ловится вообще не ну дример если бы у него были клиенты типа и работа то он бы работал то есть понятно что если есть возможность то ну вообще ладно не знаю зачем я отвечаю за другого человека вообще не понятно что за наезды тут остаются в чате человек ушел а вы на него наезжаете да блин почему я ничего не могу найти в этой игре что происходит почему почему я ее проходила много раз ну это было довольно давно конечно но все равно кровать хорошо а ну тут я чувствую что тут точно все замечательно я справилась а при чем тут я буду виновата лол конечно нашли виноватую да да смотреть прилюдно ну да не ну смотри если бы был интернет то я думаю что все бы что-то смотрели тебя бы не напрягало скорее всего так бы и было так у нас есть шапка блин я так и не помню где найти светофор блин а он мне нужен я не хочу без светофора я не хочу без светофора ходить смотреть всякие штуки yes дример человек всегда сам ответственный за свои поступки не поверишь но типа если ты выбираешь на работе кого-то смотреть то этот кто-то ничем не виноват а у тебя что наушников нет ранее какой-то собственник даже в экран его нельзя посмотреть ну а у тебя ну 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 я не помню я помню один переход тут и не помню если второй а его и нету точно я поняла короче я зря сюда пошла ну точнее не зря я возьму эффект но если найду а ну я еще кое-что сделаю а ну вообще когда играешь вот прям вообще не знаю что в игре происходит и не знаешь что ты ищешь и по этим зацикленным локациям кататься очень долго конечно погружает погружает в некий сюр это непонятно кто но почему-то когда с ними взаимодействуешь они типа дают вот такую ауру но это вообще кстати очень непонятно почему так происходит я не знаю что практически больше в игре ни одна вещь тебе не дает какой-то визуальный визуальный эффект ну кроме самих эффектов ну короче я можно было сделать вид что это типа слепое прохождение и я ничего не знаю потому что я реально ничего не могу найти и ничего не знаю можно было бы написать что слепое прохождение без спойлеров и пришел бы кто-нибудь чтобы спойлер и говорить что иди туда ты не туда пошла хотя не уверена розовый туман что это за сказка это японская сказка мне кажется ленивые люди придумали эту сказку чтобы скинуть с себя ответственность блин я не нашла эффект алло ну ладно и не важно короче мы сейчас попадемся вот про них я говорил вот у нее розовые глаза и она нас преследует хотя ее подружка в другом мире была с нормальными глазами и она за нами не бегала в общем когда она поймает она сделает вот так она просто телепортирует она пятачок из которого нет выхода типа нужно просыпаться ну или просыпаться или использовать эффект если он у тебя есть но вот эти тарингены они типа у каждой свой вот этот кусок на который она телепортирует и некоторые из этих кусков они тоже интересны но их таких немного конечно в детском садике была книжка я прямо так и вижу блин рамикс критикуют книжки в детском саду я прямо так и вижу а то уже был критиком Вообще, может, стоило проснуться Я все-таки хочу увидеть другое небо, кроме ночного Так Короче, в лесном мире мы ничего не взяли Потому что я не захотела Тут взяли Тут взяли Тут не хочу Блин, так, вот откуда попасть в... Попробуем здесь Так, а зонт я брала? Да О, блин, тут так все легко находится Ну, тут мы могли бы купить баночку, но у нас нет денежек Так, а фонар тут не включается Понятно Тут зацикленная дорога Ну, по-моему, имеет значение, сколько раз ты по ней проедешь до того, как поймешь, как выйти из цикла Ну, возможно, нет? Ну, возможно, нет Я уже не помню Ну, я помню, в одном месте точно имеет значение, а вот тут не помню Короче, унылая, тоскливая локация с дождем А что, у нас даже медузы тут нет Блин, она еще довольно длинная То есть, вот с той точки, с которой я вышла, уже много прошло О, медуза Потом поговорим Слушай, а ты это не придумал? Ты прям чё-кто помнишь, что туман был розовый? Может, там был, допустим, просто туман? Ну, я думаю, можно нагугать Медуза Что-то присталка Так, а есть ли мы поехали? Пока не поговоришь с медузой, будет цикл с аллокацией Наверное, да А, или да, или нет О, а зачем тогда медуза была? Если я могу отсюда выйти сейчас Зачем была медуза? Я не помню А обратно меня пускают Ну, ладно Ладно, я потом еще раз схожу сюда Может быть Блин Ну, я теперь думаю, зачем была медуза? Ну, что такое? Может, она просто для красоты была? Типа, дали на нее посмотреть Или она открывала какой-то еще какой-то проход куда-то? Или имела значение, поговоривая с ней или нет? Как плохо ничего не помнить Мы едем, едем, едем Далекие крови Пока нам не надоест А что за рисунок там был? Можно ли нарисовать туман? Есть только в виде облака По-моему, еще в канализации тоже она же Еще дождик Но дождик я могу остановить Но не хочу Он создает атмосферу Розовый дождик Розовый дым туман Внизу справа Подниму За завар Силу Госпога Люди боялись начать лениться Это забавно Они типа ленились Ничего вообще не делали И умирали от голода Блин Такая Ну вообще многие сказки Конечно Очень Психогелические Действительно А уж некоторые мультфильмы Советские Оу Есть короче Серия мультфильмов Которые делали По По сказкам Типа народов Малочисленных народов Северных И так далее То есть там сказки Лютый трошак И это еще экранизировано Очень специфическим образом И смотрится Как полная жесть И все это делалось Типа ну Понятно что Если бы просто Кто-то делал такую жесть То сказали бы Че вы творите А это было сделано Как поддержка Малых народов Культура Все такое И типа Советское время И такое делали Короче ладно Я наверное уже Достаточно много раз Проехала Я кстати даже Не смотрю на экран Поехали обратно О боже Другая морда Кто бы мог подумать О да Светофор тут будет А че там вверху А вверху Вот Короче вот это Вот эта вот штука Я потом туда зайду А Блин Нет Не потом Короче Она открывается Именно в зависимости от того Сколько раз проехать По той дороге То есть Если по ней проехать Один раз То Вот этот люк Он будет закрытый По моему у него Я не знаю У него Две стадии Открытые и закрытые Или у него Три стадии Я не знаю Может быть Карусель Ну в Карусели Разные были мультики Некоторые были Ничего Ну их там Довольно много было Ты типа Всех боялся О боже Катастрофа Трупа Трупа По моему Реагирует на кошку А еще Его можно Пугнуть ножом Но на нож Он Визуально Никак не реагирует Блин Или нельзя Его пронуть Что-то я уже Не помню Походу нет Не дает издеваться Над трупами В игре Вы посмотрите А с ножом Она кстати Может делать Вот так Хоп Хоп Блин Про мальчик Которому Муху оторвали Капец Ужас Ну про друзей Я помню Вот про друзей Это скорее всего По какому-то Рассказу Даже сделал Про ухожуть Так Сейчас Юзаем кошку Бля Он дергается Действительно Жуть Кстати Непонятно Почему Он выглядит Именно таким Образом Типа Ну Он же Меньше Ее Намного По пропорциям Ну То есть Это даже Какой-то Ненастоящий Труп Какой-то Пейплей Сборный Мальчик Коричневого Оттенка Ухо Выпу С возвращением Редманс Редманс Мы тут Труп Нашли Смотри Его Колбасит От кошки А еще Мы взяли Светофор А еще Мы пойдем Сейчас Смотреть Страшные Картинки Ну точнее Не страшные Конечно Там 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 Блин Дождь Ему Как-то Не идет Я бы Сказала Рамикс Смотри Голова С оторванным Ухом Прям Как Ты Вспоминал Спокойной Ночи Сминч Редманс Ты знаешь Что меня Обвинили В том Что Тебя Уволят С работы Из-за Меня Представляешь Не глупости О По-моему Если попырять Вот этот глаз То Может Куда-то Телепорт Или нет А нет Его не дают Попырять Мне не дают Потыкать Ножем В глаз Короче Редманс Ты готов Смотри Сейчас Тут будет Босс Из реплики Готов Готов Хочешь Увидеть Босса Из реплики Похож На свой Свою сторон Метро Ужас Давай От него Будет дальше Так Тут можно Вверх Посмотреть Чуть Чуть Совсем Сюрелистичные Картиночки Вот Вот этот Босс Точнее Это не Это Босс Из реплики А в реплике Босс Взят Из этого Создания Его Можно Становить Светофором Интересно Что Вот это Вверху Такая Вверху Слева Это типа Глаз С которого Капает Или что Так А еще По-моему На нож Он как-то Немножко Реагирует Да У него Челюсть Начинает Быстрее Дрожать С ножом Но это Почти Незаметно А может Это вообще Или Да Или нет Да Тот Который Кулаком Бил Плевались Они все По-моему Чем-либо О У чувака Кровь Из носа Смотрите Плохо Ему Так Ладно Уходим Из этого Веселого Местечка Так У нас Теперь В принципе Я очень хотела Найти светофор Потому что Он полезен В некоторых местах И теперь У нас Более-менее Есть Все эффекты Которые Нужны Для того Чтобы Увидеть Весь Контент В игре Отсюда Мы выйти Не можем Но Мы можем Попасть В Окружающую Вот эту Штуку Пустыню Она Называется Белая Пустыня Она Довольно Большая Там Разные Переходы Так Отсюда Мы по-моему Вот отсюда По-моему Мы уже Не сможем Нормально Вернуться То есть Мы попадем На вот Эту Дорожку А из нее Мы уже Только Сюда Обратно Попадаем Да Ну да Короче Я просыпаюсь Мне надоело Да Проснется Блин Не говорите Мне Что Утреннего Неба Не бывает Да Что Я же Не придумала Это Оно Бывает Блин Как бесит Так Я сейчас Специально Сделаю Мини сон Пока Не будет Другое Небо О Вот Видали 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 Вот Утро Не ночь Я не придумала Это Я не сумасшедшая Вот Короче Вот это Утреннее Небо Ну как бы Оно Очень Светлое И Есть еще Ночное С этими Тучами И Луной И Есть еще Такое Синее Которое Вот Во сне Короче Пойдем В сон Сейчас Посмотрим На синее Небо Вот Вроде бы Их Три А Ну тут Как раз Его и не показали Короче Три Обычных Неба И еще Вот эта Панорама Марса По-моему Все Больше Ничего Так Куда Мы идем Теперь Можем Кататься На велике По комнате Мы Мы можем Кое-чего Посмотреть Вот тут Короче Там С некоторой Долей Вероятности Появляется Одна Штука Не Каждый Раз Вот Эта Молния По-моему Она Может Не Это Ну короче Она Иногда Бывает Что ее Можно Пурнуть Ножом И она Откроется Или Нет А еще Где-то Какая-то Из этих Ну ладно Не прокнула В этот раз Привет Шарк Ура Я нормальная Пойдем Посмотрим Кое-чего Еще Правильно ли я иду Как еще Вопрос Нет Неправильно Сколько Можно Мы можем Перебить Тут Всех Этих Чуваков Давайте Так И сделаем Монеток Заработаем Вот Монеты Не дропают Между прочим Смотрите Сколько Я уже Убила Так Где у нас Количество Монет Ноль Ну Монетка Так Сто Двести Я не помню Сколько Банк Стоит Но они Кстати По-разному Стоят В разных Автоматах Разные Немного Цена Класс Классный Звук Да Сорян Они все Реснутся Если что Я не убиваю Это просто Иллюзия Мы во сне Да 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 Можешь Тебе Поиграть Ты на стриме Себе Все Заспойлер О Блин Он издает звук Я даже не знала Если честно Короче Тут рожа такая На самом деле Мы все это проделали Чтобы посмотреть На эту рожу И И когда По ней ходишь То звук другой Все И на этом Все Я не агрессивная Иди сюда Я добрая и милая Это героиня игры Не я Я никогда в жизни Никого ножом не пыряла Слава богу Так Вот Он издает звук Так Не знаю Правда Слышно ли вам Забавно Я даже не знала Что у него звук Есть Теперь мы обратно Еще как-то пройти Так А сколько у нас монет 400 Да мы богаты Блин Как же их тут дохреново Капец И они еще Вон Путь к двери Опять весь перекрыли Вот зачем они Дорогу Загораживают Правда Я могла бы Их не убивать Если бы они Так не делали Сами виноваты Техасская резня Бензополой Практически Так Нож мы убираем Молодец Я еще не нашла То что искала Ну Ты мог Выключить звук На время Сори Да Кричат они Не очень приятно Ну Это не самая Лучшая игра Которую стоит Смотреть Для приятных Снов Тут очень мало Приятного Тут есть Пара локаций Которые Такие Релаксные Довольно Такие Там приятная Музочка Но их мало Так Это нужная дверь Да Наверное Короче Тут у нас Локация С кроватями Тут есть Один фокус Еще Но сначала Мы пойдем В дверь Тут Тут ходит Вот это Неагрессивное Таринген Тут У нас Шкафчики Пустые Ну Это они Сейчас Пустые Так Эй Так Надо узнать Какая кровать В одну из этих Кроватей Можно лечь Короче Наступые Какую Ну хотя Ладно Или не ладно Да Да Ладно Парализовала Тур Ну Сорян Я думаю Ты преувеличиваешь Ммм Кровища Так У нас есть Светофор Он нам поможет Короче Тут к нам Со всех сторон Бегут Вот они Ааа Стоп Тут у нас Гильотина Стоп Отрубленная Голова Но это я потом Покажу Пока что Музами Короче Один из этих Шкафчиков Телепорт Они ничего Не кричали Или просто Глаза на ножку Оп Так Ати Блин Вот От нее Надо будет убежать Потом Но Я не помню От нее Надо то ли в шкаф Залезть То ли в кровать Лечь Но я не помню Придется же еще раз Потом идти Это не очень радостно Отстань 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 Стань Стоп Блин Надо было раньше Заюзать Я сейчас скорее всего Не успею уже Да блять Ну ладно Я все равно Хотела на это посмотреть Так все и было Короче Вот тут Когда она телепортит В эту штуку Вот эти комнаты Мы видим Ну точнее Не комната Как их назвать А он Не Углы Короче Эти мы видели Снаружи И тут Становишься На одну точку И весь пол Становится вот таким В символах Бэтмена Будем так думать И короче Сюда можно попасть Только когда Вот этот Оринген Телепорт Больше никак Ну посмотрели И класс Блин Я не помню Вот в шкаф От нее надо залазить Или Это самое Или 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 в кровать Короче Пойдем Еще Смотрим Черного Площа Ну Красного Площа Блин Вот пока Она меня Не догнала Мне надо было Сразу Заюзать Светофор Я бы успела А потом У нас уже Слишком близко Подошло Можно было Хотя бы Запомнить Где дверь Находится Вот Вот эти комнаты Ну типа Это одна из них Я попадала В другую В эту тоже Можно попасть Ну а где дверь Она где-то Рядом Короче Вот основная Дверь От нее Вниз Вниз Влево Да Вниз И влево Короче Ладно Блин А она Бешеная Осталась Или она Перезагрузилась По-моему Они остаются Бешеные Нет Так Хотя С другой стороны Если бы она была Бешеная Она бы уже К нам Прибежала Ну и нормально Так План Пырнуть ее И потом Успеть Заюзать Светофор Что-то мне Подсказывает Что Опять Не смогу Так сделать Ее в принципе Нет Отстань 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 Фух Так Теперь Либо шкаф Либо кровать Или надо Чтобы она Не заморожена О О Нас перекинуло Нет Ее нельзя Убить Короче Все что Можно сделать Это Только перевести Ее Из обычного Состояния Бешеная А С бешеной Ты уже Вообще Ничего Не можешь Сделать Ты ее Не убиваешь Ножом Так что Вот Их можно Только стопорить Светофором Ну или просто Убегать От них Некоторые Кстати Очень Скоростные Это Вот эта Локация Называется Ад Я про нее Говорила Она очень Большая И она Красная Выедает Глаза И там Лабиринт А вот Это Куда мы Сейчас попали Это не тот Ад А его Мини-версия И тут Сейчас будем Мы стоять По моему Пациентку Да Тут стоим Мы Призрачная Версия Ну это Короче Довольно Хитрым Образом Сюда Попасть Можем И тут Везде Стоят Эти Шкафы Шкаф Наверное Просто У нас Обратно Перекинет Шкаф Нас Перекинет Обратно А там Будет Жидать Эта Тарингинка Да Ну блин Посмотри На нее Как можно Ее Ненавидеть Она Просто Убивает Глаза Отвратительно И тут еще Вот эта Музыка Которая Которая Сама Как Трансформаторное Гудение И там Еще Она Огромная То есть Я тебе могу Потом Карту Показать Там Просто Триндец Огромная Там Лабиринты И все Ужасно Короче говоря Так А я могу Вообще В шкаф Зайти Или как Что-то Меня Не особо Пускать Они Для Красоты Тут стоят Ага Ты уже Нормальная Нет Ты Ненормальная Лом Так А если Я в кровать Лягу Она Типа Не Эта Самая Не Сможет Меня Сожрать Но Она Будет Стоять Возле Кровати Да Давай Я Заклинила Иди Сюда Ой Блин Жуткая Женщина Так Надо Вниз Пройти А ну Иди Сюда Ага Ага Ой 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 Быстрее В кровать Лол Просто Топчет Меня Ногами Посмотрите Что Натворит Она Реально Ушла То есть Она Считает Что Меня Там Нет Лол Так Они Это Ну Типа Они Бегут К тебе Всегда Они Только Иногда В углы Могут Застопориваться А тут Она Считает Что Меня Нет Прикольно Реально Можно Прятаться Вон Видишь Как Она Сиганула Сразу Попуткнулась В угол Короче Ты Не Очень Умная Понятно Бей Так А по Моему По Моему Пока Она В Бешеном Состоянии То По Моему Там Должен Быть Ад Фул Ад Господи Вот Эта Локация Она Должна Быть Более Объемная То Мы Тут Раз Маленькая Были Или Нет Да Она Больше Или Нет Короче Она Надо Бывать Больше По Моему По Количеству Вот Этих Баб Можно Определить Насколько Она Большая Три Три Или Две Кыс 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 Блин Их Че Две Только Мм Блин А у них Сердечко В глазах Лоу Или Так Кажется Похоже На сердечко Жуть Ну ладно Она Она Меня Подкинула Мей Так Ладно Просыпаемся Так Пойти Пойти На что-нибудь Приятное Посмотреть Может Наконец Так А что У нас На улице Блин А может Утро Наступает Если ты В мир Снов Не Идешь Типа Сейчас Сейчас Посмотрим Посмотрим Типа Я никуда Не ходила Нет Все равно Ночью Понятно Все-таки Рандом Видимо Так Пойдем Привет Это Это не сильно Важно Конечно Но Вот Моя любимая Девочка Которая Всегда Спит И Ни на что Не реагирует Только На кошку Она Немного Это Самое Но Все равно Не просыпается Спит Короче Можно найти Другие Прически Для Модацуки И Я хотела Сюда Прийти С другой Прической И вот Так Сесть Но Я этого Не сделала Ну Короче С другой Прической Она Была Чуть Больше Похожа На Эту Девочку Чем Так У нее Косички Торчат Ну Может Мы еще Это Сделаем В принципе Не так Сложно Милота Что Ясно Что Тебе Ясно Господи Это Дети Ты понимаешь О чем Ты думаешь Ребен Стратить Ясно Ясно Так Дверь Ну тут Музычка Очень Релакс Да Да Что Тебе Ясно Ты Можешь Написать Что Тебе Ясно Или Как Раз Не Можешь То Твое Мнение Не Считало Тебе Тебе Писать Ясно Любой Нуж О Кровать Короче Мы можем Привратиться В Снеговика Это Эффект От Шапки Но Этот Эффект Работает Только Когда Идет снег Блин Короче В этой Кровати Иногда Можно Уснуть Типа В Более Глубокий Сон И Я Хочу Именно В него Попасть Снеговиком Но Так Это Довольно Рандомно То Это Блин Надо Очень Много Бегать Ну Побегаем Господи Куда Нам Торопиться Всего Навсего Три Утра Так Может Когда Нибудь Может Даже Не Сейчас Это Делать А Вот Кстати Синее Небо Это Как Вечернее А Утреннее Это Светлое И Ночное Еще Так Что У меня Нос Чешется К Чему Б Так Где Была Кровать Прошла Раз Направо Кайфовая Локация Да Блин Я к двери Вернулась Вы Смеете Что Никогда Не Уснешь Дриммер Мы В тебя Верим Тебе Получится Уснуть Три Это Не Пять А Пять Три Очень Быстро Превращается В Пять Вы Не Представляете Себе Насколько Быстро Я Человек Который Миллиард Раз Думал Что Надо Лечь В Три Спать И Потом Оказывалось Пять Утром Я Профессионал В этом Вопросе Где Кровать Где Кровать Или Сначала Причёшку Сделать Потом Опять О Мы Нашли Эффект Ура Снежная Королева Вообще Она Называется Юки Оно Юки Оно Это Типа Персонаж Из Японской Мифологии Она Короче Делает Снег Точнее Если Я Сейчас Сниму Ее То Блин У нее Никакого Эффекта Короче Если Я Просто Сниму Ее То Снег Прекратится Так Ну Нет Дриммер Ты не Увидишь Конец Этой Игры Сегодня Точно Потому Что Дриммер Дриммер Учитывая Что Я Собираюсь Все 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 Посмотреть Достаточно Долго Время Мы Еще Ходили Только В основном По Главным Номерам И Не Ходили Дополнительным Которых Очень Много Где Кровать В этой Игре Все От Меня Прячется Вин Сутки Без Так Дриммер А тебе На работу Не надо Что Что Это Как-то Подозрительно Ты Нам Рассказывала О том Как Можно Потерять Работу Если Не Работать На Работе А Сам Не Идешь Спать Блин Не Получилось Ладно Мы Пока Не Будем Это Делать Посмотрели На Человую Локацию Хватит С Давай Расскажи Как Не Потерять Работу Жми Не Иметь Работу Нельзя Потерять То Чего Нет Так Ну В основных Томерах Мы Уже Везде Были По Суть Ну Кроме Одного Я Не Хочу Туда Меня Раздражает Что Мы Можем Еще Сделать Блин 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 Ват Итти Так Не Хочется Ужас Как Не Хочется Не Дай Жало Да Читаю Мысли Без СМС Регистрации А Я Сюда Ходила Блин Зачем Сюда Перлась Мы Там Все Посмотрели Ой Все Короче Да Фиг Куда Ждем Мы С Попачком Так Сюда Не Надо Сюда Не Надо Сюда Были Сюда Не Хочу Сюда Да Что Опять Ладно Это Судьба Так Получится У нас Уснуть В виде Снеговика Или нет Давайте Делайте Ваши Ставки До Какого Конца Время Заканчивать Стрим Ничего Кровать Опять Потерялась Ну Что Это Непорядок Такая Милашечка О Кстати Если я стану Гномом То Типа Я буду С нее Рассказать Или нет Но нет Я буду Меньше Ло Мама Мама Подожди Не бросай Мама Зачем ты родила Второго Ребенка Третьего Зачем Прекращай Жрать Давай Есть Хотим Мама Блин Она Кстати Все время Типа От игрока Отворачивается То есть Она Ни разу Не идет Навстречу Мама Смотри Что ты С нами Делаешь Посмотри На это Не Отворачивается Мы Умираем От Голода Ясно Блин Реально Она Все Реально Уходит Что Началось Она Жанна Боится Ну Да О Я не Показывала Отрубленную Голову Короче Можно Стать Отрубленной Головой Уи И Очень Медленно Ползать Сейчас Дример Опять Скажет Что ему Страшно Дример Тебе Страшно Да Так Блин А Мама Кто-то От нас Уже За Ёлку Спряталась Так Что У нас Еще Есть Я забыла Очень Хотела Посмотреть А Кошка Ага Думала Самая Умная Вот Смотри На меня Смотри Когда С тобой Разговаривают У меня Все равно Так Так Упорно Сьюбывает О нет Она Все-таки Поворачивается Нагдалол Но Она Поворачивается Только Когда Она Достаточно Далеко А Прям По-моему Рядом Она Не будет К тебе Идти Будешь Ко мне Идти Ой Все Понятно Ясно Не хочу С тобой Рассказывать Ну ладно Поехали Раз уж У меня Получилось Найти Эту Что Короче Это Еще Одна Супер Мирная Локация В игре С Более Менее Типа Радостным Оформлением И Музыкой Розовое Море Называется Вообще У нас Я не взяла Эффект Лягушки Если бы У нас Был Эффект Лягушки Можно Было Было Превратиться В Лягушку Здесь И Она Быстрее Передвигается По Воде Но При этом Скорость Все равно Примерно Такая Как у Велика Так что Смысла Нет Ну Типа Маленькая Фича Лягушки Которая В остальном Бесполезный Предмет На самом деле Немножко Ворвиглазное Море Я бы не сказала Что оно Такое Супер Приятное На глаз Но Музычка Да Успокаивает Да Здесь Живот Поника В Зеленом И мы Едем К ней Блин Надо найти Еще один Шарик Вот Что-то Я не вижу Шарик Где же Ты А Вот Это Кстати Ее Дом Но Я не Могу Сюда Снаружи Зайти По-моему А Да Мне надо Найти Этот Шар Чтобы Оказаться Желтый Короче Шар Мне надо Найти Буль 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 Да Где Шарик Блин Тут Еще Скорость Все-таки Пониженная Раздражает Шарик Блин Блин Мне надо Было Просто От того Шара На Котором Я Прилетела Сюда Мне надо Было Далеко Не Обходить Дример Не Тебе Тебе Эти Эти Локации Тебе Не Хочется От Них Спать Может Быть Мы Восстанавливаем Тебе Сол Где Шарик Короче Надо Сдаться И Заканчивать Стрим Безуспешный Спасибо Плакать Жуть Какая Тебе Хочется Плакать От Розового Цвета Или Как Блин Она Она Быть Довольно Быстро Зацикливается Почему Я Не Могу Она Не Так Огромная Это Зеленый На Котором Я Прилетела Ну Ладно А Даже Так Ёлки Па Вот Это Логика Короче Это Дом Коника Коника Героиня Игры Реплика Там Она Выглядит Несколько Более Взрослой Короче Коника На нас Никак Не реагирует Насколько Я помню На кошку Она Правда Притягивается Вроде бы Да Она Притягивается На кошку Но Не смотрит На нас О Смотрит Хе-хе Хе-хе Повненько По-моему Она от нажат Чуть-чуть Быстрее Начинает Уходить Весело Вам Короче Мы можем Выключить Свет Меняется Локация Немного Меняется Музыка Типа Вот этот Шкаф Выглядит Как Какая-то Странная Улыбающаяся Рожа Блин По-моему Картинки Менялись Че-то Ну Короче Суть В том Что Когда Ты Выключаешь Свет Ну Именно Когда Ты Заходишь В комнату Есть Шанс На Некоторые События Для этого Надо Именно Перезаходить А не Просто Включать Выключать Хотя У некоторых Людей Оно С первого Раза Срабатывает Дриммер Лучше Это самое Не смотри В экран Сейчас Тут будет Что-то Не очень Веселое Может быть Тебе спать Пойти Да Ну да Ну со светом Тоже Ничего Так Тут Она Немножко Она Более Тревожная Становится Кстати Короче Судя по всему Я Очень Везучая Придется Делать Это 64 Раза Потому что Там Шанс 1 На 64 Насколько Я Понял А Могло Сработать С Первого Давай Дриммер Может тебе Повезет И ты Не увидишь Ничего Огорчительного Да Ёлки Палки Мне вот Интересно Когда Типа Тут Сейчас Например Тут Звезды Видны При этом Если выключить То там Видны Какие-то Окна Вот Желтые Окна Но Тут же Не могут Быть Видны Окна Потому что Вокруг Ничего Нет Ну то есть Вокруг Есть Вот эти Пирамидки Но в них Нет Окна Загадка Это Портал В другое Измерение Короче 500 часов Фарма События Прекрасно Потрясающе Интересно Вот это Что такое Это Карта Какая-то Мир Ну то есть Это же Не Картина Больше На Карту Похоже Интересно А карта Чего Чистить Выпредком Звучит Как план На миллион Вот как Как я могла Догадаться Об этом Типа Что Надо Так Делать Если Это Приходится Делать Миллион Раз Даже Если Ты Просто Из Любопытства Это Начнешь Делать Не Зная Ничего То Тебе Быстро Надоест Я думаю А еще Тут Вот Эти Светлые Пятна Появляются Типа Откуда А Они Есть Я просто Не Видно Они В Этем Есть И В Свет В Свет Есть Понятно Не Ну Сколько Можем Ну Что Началось Я не Очень Хочу Сюда Еще Раз Забираться С Этими Шариками Я Устала Капец Неудачница Года Просто За Шо Мало Того Что Я найти Ничего Не могу По Десять Лет Вообще Такое Надо Было Считать До 64 Я Б Хотя Б Знала На Каком Я Этапе Жесть Просто Жесть Возможно Судьба Бережет Дримера Чтобы Он Не Видел Этого Поника Давай Мне Надоело Пожалуйста Пусть Сейчас Что Произойдет Поника Слышно Слышно Меня Блин Я Правда Думала Что Это Сработает Ммм А еще У слоника Становится Очень Много Глаз Вот В светлой Картинке У него Два Глаза Обычных А тут У него Шесть Каких-то Точек На Морг Ло Ло Ла Ла Да Блин Все Я уже Пить Хочу Я устала Прекращайте Пом-пом Пом-пом Эта музыка Будет Вечной Если Я заменю Батарейки Блин Реально Это Настолько Бессмысленно Можно Подумать Что Ничего Нету Просто Нет Никакой Вероятности И так Далее Типа Как Про эффект Когда я Начинала Думать Что Его Не Положили Тут Такая Же Хигня Эвент Не Положили Какому Богу Рандома Молиться Подскажите Пожалуйста Шесть Субтитры 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 Спасите. Помогите. Блин, такое ощущение, что у меня прям неразделённая любовь к этой игре. Я её люблю, а она у меня вот прям не очень. По-моему, там 1 на 64, но я могу ошибаться. Хорошо. Раз. Два. Топ контент. Три. Четыре. Пять. Шесть. Блин, нет, я не хочу до 64 считать, я устану. Семь. Какая жизнь, господи, восемь. Я уже склоняюсь к мысли в другой раз прийти. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Это рассчитано на людей, которые 64 раза перепройдут игру. Короче, не знаю, 15 или 16. Пятнадцать. Пятнадцать. Я проклят. Семнадцать. Мне уже охота залезть и посмотреть, какой шанс. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Ты меня сбиваешь со счет. Да я не могу сказать, что я, типа, когда в нее поиграла, я стала какой-то фанаткой прям такой огромной, но... Ну, она атмосферная, конечно. Я говорила уже, что мне было страшно играть. Ну... Ну, ее даже игрой трудно назвать, то есть... Я даже, ну, по сути, я и не считаю ее игрой, я ее считаю просто каким-то произведением. Потому что, если говорить об играх, то, наверное, у меня там какие-нибудь герои, любимая игра, в которых я реально играла и много. Ну, тут какой-то вариант искусства. Но... Просто я со временем поняла, что она на меня произвела очень большое впечатление. То есть, она как-то откладывается в памяти, эти локации. Ну, то есть, они даже вот запоминаются не такими, как они выглядят вот тут. Ну, то есть, вот эта пиксельная и примитивная графика, да. Они запоминаются каким-то впечатлением. Ну, то есть, можно сказать, что ты их видишь своими глазами, как действительно, не знаю, какие-то сны. То есть, по ней очень много артов, всяких разных прикольных. Ну, то есть, люди, которые играют, они действительно это как-то видят эти миры для себя. И в каком-то смысле на меня, наверное, ничего именно такого впечатления не производило. Шестерка? Шестерка? Ну, у меня шестерка идет... А смысл там вместе катать, погоди? Типа... Типа... Я бы сюжетку хотела там пройти, но мне четыре не стало. Я думаю, когда-нибудь их пройти. Нет, шестерка, я вообще люблю всех героев. Я играла с первых, начиная... Ну, точнее, я начинала не с первых, но играла я во всех. Я не играла только в седьмых, потому что у меня седьмых не потянет. Но шестые, они красивые. Обидно, что там выпилили ресурсы, оставили, типа, четыре вида ресурсов, включая золото. Но система боя там довольно прикольная. И... Не знаю, я не отношусь так, ну, то есть люди начинают кричать, что, типа, это не герой, это вообще... Ну, блин, начиная с пятой части уже не герой, потому что компания уже не та, понятное дело. В каком-то смысле шестые, даже получше пятых, по-моему. Там довольно прикольно сделана подача сюжета. Короче... Если не делать из себя поехавшего фаната, то шестые нормы. А, у меня чатик отвалился малость. Лол. Я даже не уверена, покажет мне сообщение о предыдущем или нет, но думаю, нет. Так, чатик, живи. Пожалуйста. Он не хочет пожевать. Он не хочет пожевать. Блин, короче, я паузу пока сделаю, потому что я хочу попить водички. И заодно, может быть, чатик оживет. Не уверена, правда. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 ну и как раз пятый это, блин, если уж с пятых началось то, что это делала абсолютно другая компания они похерили лор они сделали непонятно что, но игра в принципе приятная шестые тоже похеренный лор, все другое другая компания делала, но игра тоже приятная, что у ней плохого не знаю, я бы и в седьмых поиграла с удовольствием, если бы у меня тянуло ну как бы да это не те герои, не то, что было, но мне вообще, кстати, непонятно, почему люди, которым очень нравились третьи, почему они настолько горели с четвертой типа они хотели тех же самых третьих, но что надо было изменить типа графику только изменить, но графика в третьих тоже довольно приятная типа не знаю ну Redmonds у меня типа ноут сильно греется от них и мне неохота в них сильно долго сидеть я не знаю и тем более, если еще вместе играть это еще дополнительная нагрузка будет я не очень хочу ну потом как-нибудь говорим с тобой и я не хочу, чтобы мне кто-то что-то дарил на самом деле вот так не мешайте, я занята важным, супер важным делом пытаться своими героями это никогда не произойдет, да? бои зашел ну как бы дример то, что тебе нравится это то, что тебе нравится понятное дело что никто тебя не заставляет любить то, что тебе не хочется любить но в принципе мне не очень это понятно ну то есть говорить, что вот те были самые лучшие а вот эти вообще не надо было ну блин ну типа можно считать что шестые герои это как бы не герои а другая игра допустим мне реально больше всего непонятно чего любители третьих хотели от четвертых то есть я понимаю что сейчас ну вот именно сейчас людям может показаться что в третьих графика ой блин я испугалась короче смотрите какая поехавшая сама обстановочка типа вот этот шкаф с перекошенными глазами в окне глаза вместо слоника какая-то рожа с ушами с ушами говорю блин с усами и карта какая-то вон вытекшая вот карта это про которую я говорю и лампа это светит ну да оно меня сожрет ну типа он телепортит в локацию эту мир убоа его называют убоа но это тоже как бы неофициально из официальных имен напоминают вот только мудоцуки все остальное типа фанатики ну зацикленная локация короче говоря из которой надо либо просыпаться либо телепортиться его нельзя убить что за скринил что же с твоей герои то ну вот я начала говорить про то что типа сейчас может казаться что в третьих героях графика не очень по современным меркам хотя для меня она как бы и так норм но в том году когда делали четвертых типа ну реально людям казалось что в третьих нужно графон изменить и все оставить как бы что чего люди хотели вообще я не понимала то есть понятно же было что что-то изменит ну прям давили на него идем что хотела сделать телепорт сюда можно было в принципе и проснуться нет на телефоне я ни во что не играл да так ну правда реально лучше было бы проснуться так ладно на убо мы посмотрели блин я так не хочу в ад я на этом стриме точно не пойду ни в какой ад я не выдержу ну ты знаешь пятые не всем зашли на самом деле они они очень условно похожи на третьих их делали люди которые любили третьих очевидно ну типа это русские же делали насколько я помню но система боя там другая там вот эта херня с инициативой очень бесячая мне не нравится в пятых система боя она как бы норм но она меня не очень устраивает и знаешь это похожесть она такая ну как китайская подделка короче говоря в ней есть какая-то искусственность ну то есть они вроде как и похожи но но нет но я уже сказала я не против пятых типа мне все нравятся по-своему я их первых с удовольствием поиграю мне все по-своему нравятся но возможно возможно пятые мне нравятся даже меньше всего остального не знаю не ну причем тут типа любовь любовь людей да понятно что третьи очень любимые пятые ну пятые в основном все-таки любимые для тех кто в предыдущие не играл не знаю о чем мы вообще короче спорим не знаю я просто люблю героев я всех люблю типа хейт к шестым не знаю хейт к четвертым мне супер непонятен хейт к шестым мне не очень понятен скажем так вот что я хотела посмотреть скажите ну ладно пойдемте это самое я напроснусь и пойдем попытаемся еще все-таки блин учитывая сколько я убо выбивала выбить кровать в которую можно уснуть это займет тоже миллиард ну во-первых в четвертых ну да это было нововведение а кто сказал что нельзя делать нововведение в играх это было решение авторов игры ну типа почему бы и нет и в четвертых в принципе ну это твой выбор играть с войском или нет мне нравилось без войска играть при том что напоминаю я любила и первые и вторые и третьи но без войска меня прикалывает играть и типа если ты играешь на сложном уровне и обычную карту не не компанию то я не представляю как ты будешь без войска ходить тебя так выебут простите просто жесть ну то есть если у тебя не вкачанный ну то есть по компании понятно ты переходишь вкачаным героем и типа ходишь и вырезаешь все живое но в обычном сценарии без перекачанного героя ты никак не будешь без войска играть ну типа если только на суперлегком каком-то и мне нравилось что там войска могут тоже сами по себе ходить без героя довольно удобно было ну да и войска без героя это прикольно было как бы в обычной войне войска ходит без командира на самом деле вот с Марсом эта тема довольно прикольная одна из самых прикольных в игре этот ивент с космическим кораблем так ну короче реально у меня на этом сейве какое-то суперское невезение а мне надо чтобы мне повезло с кроватью мне что-то кажется что мне нифига не повезло с кроватью я даже ее найти не могу по 10 лет а нет я научилась находить лом скелеты и зомбаки да почему бы и нет не сработало в третьих героях уже тоже войска в смысле нейтральные войска стояли безо всяких героев просто обычные мобы они вполне могли с тобой справиться прям на раз-два те же скелеты и зомбаки тебя могли уничтожить просто сейчас бы игры покупать ну ну в пятых кстати музыка классная я ее не особо запомнила но я когда стрельбы смотрела и там включали музыку из пятых прям nice nice я тоже думаю в пятых поиграть на самом деле но мне лень ну как бы то что мне лень в них играть это уже о многом говорит потому что например в четвертых и в третьих не лень был так ладно я научилась находить в кровати тоже или нет ха нет научилась это уже дает нам некую надежду или отложить пока я даже не знаю да герой кстати адски дорогие самое смешное это то что я в гривнах конечно не скажу но когда в стим добавили третьих они рублей 700 стоили при том что там были третьи без допов то есть самая первая версия ну как бы с базовыми компаниями самая скучная кстати говоря версия и это трындец 750 по-моему они стоили если не больше сейчас бы в третьих играть без дополнений ну я думаю люди купили которые типа хотели воздать должное скажем так которые много из благодарности купили хотя автору то я что-то не уверена что пошли эти деньги даже не знаю кому там права-то передали по сути героев так что позже п aware пошли Тюп-тюп-тюп-тюп. 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 Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп Ну, короче, вот, что произошло бы, если бы я снег завезла. Ну, это мои любимые мобы, которых я фармила в реплике. Найс, найс. Блин, тут надо обходить. Где ее? О, вы ничего не видели. Ну, короче, есть еще два таких чувака, они тоже дают волосы. Стоп, чатик. Надеюсь, что это все еще волосы. Короче, меняем прическу. Это прическа в виде какашки. И мы можем создавать муху. У мух есть условная полезность, потому что они остаются на месте. И, типа, можно отмечать места, где были. Но они, вроде бы, не настолько долго живут. Короче, ладно. Поразвлекались и хватит. А теперь мы идем на космический корабль. Так, надеюсь, у меня все есть нужное. Спокойной ночи, дриммер. Короче, это космический корабль. Так, я выключу снег, а то снег на космическом корабле как-то не особо. Тут такой звук прикольный. Тут у нас есть этот чувак. Ну, вот он, кстати, единственный, кто, типа, разговаривает с героиней. Хотя он разговаривает писками. А, нет, он не единственный. Есть еще чуваки, которые писками разговаривают. Но, короче, это редкость, скажем так. Реагирующие на героиню существа – большая редкость. Еще можно в пианинке играть. Сейчас. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бум-бум. Кто сижу? Короче, что-то я поняла, что я устала. И воду всю допила. Ладно, сейчас. С Марса мы просто так уйти не можем, конечно. Так, чатик. Чатик живи. Три-один-два-один. Хорошо. Так. Теперь нам надо опять фармить сон. Короче, тут надо уснуть. Нет, не получилось. Ну, тут шанс попроще. Тут шанс один к шести, по-моему. Хотя иногда тоже может долго не получаться. Блин. Короче, она должна тут уснуть и должен весь экран потемнеть. Типа... Миллион лет. О, а небо не просто чёрное. Там ещё какие-то пятна проходят. Типа... Синие. Эггент. Да, блин. О, луна. Интересно, она каждый раз пролетает или нет? А, вот, луна пролетела и она уснула. Прикольно, мы спим. О боже, сирена, что происходит? Attention. Короче, чувак не знает, что делать. И тут, по-моему, музыка становится. Ну, типа она, тональность меняется немножко, она более тревожная. А, всё, мы упали. От сцены. Смотрите. Офигеть. Блин, а в том окне тоже Марс? Интересно. Да. Чатик, ты живой? Да. Да, Марс. Ну, типа неизвестно на самом деле, но считается, что это Марс. Прикольная локация. И ивент прикольный. И, короче, вот то, что я говорила, когда во сне с балкона видна вот эта коричневая, типа, пустыня. И там что-то белое. Я говорила, что, ну, типа, вот это корабль, скорее всего. Вот это Пенгри. Да. Именно так. Ну, короче, я устала, поэтому это всё-таки последняя будет наша локация. Сейчас всё посмотрим и пойдём спать. Чё-то я прям уже не могу. Уи-и-и-и. Так, вот тут, по-моему, можно призвать НЛО к кошкам. А, вон НЛО прилетело. Так почему-то одно. Должно быть больше. А, вот. По-моему, их можно много навызывать. Ну, вообще, довольно странно, что НЛО реагирует на кошку. Короче, почему считается, что это НЛО? Там в одном месте есть такая картина, что люди стоят, наблюдают небо. Ну, люди, как бы, более-менее обычные. Там такая панорама городского неба. И там тоже прилетает такое НЛО. Ну, типа, считается, что люди смотрят вот на это НЛО. По-моему, оно там такое же. Хотя, конечно, трудно сказать, что это такое. Ну, короче, ладно. Думаю, хватит нам столько. Так, сколько тут штук? Шесть. Семь. Ладно, нет. Пусть будет восемь. По-моему, восемь максимум. Интересно, они рандомно, как бы, позицию занимают или какую-то? Так, восемь. Не пытаются ли они нам что-то сказать? А, можно больше? Да ладно. Короче, ладно. Хватит нас. Так, а в дырку можно залезть кротышкой. Вот это грустная локация. И музыка тут грустная. И плачущий этот Mars Sun, который в реплике у нас был, типа, раздатчиком квестов. Тут он просто молча плачет. Вообще, можно его ножом пырнуть, но... Это очень грустно делать. Ну, короче, считается, что, типа, у него корабль потерпел крушение. Вот это его корабль, якобы. Вообще, это очень странная хрень. Трудно сказать, на что она похожа. Я бы не сказала, что она похожа на корабль. Выглядит, как какой-то завод, блин. Ну, вот. И... Блин, по-моему, если с ним общаться, он какой-то звук издает. Да. Он делает вот так. Ну, может, у него вообще гной течет. Надо его добить, чтобы не мучился. Но он не умирает, на самом деле. Если его ножом пырнуть, он, по-моему, цвет как-то меняет. Но это все, да, не очень приятно делать. Пожалуй, не будет. На кошку он реагирует? Нет. Ему пофигу. Это прикольная локация. Очень грустно. И вообще весь Марс прикольный. Хотя тут не так много всего. Мы, кстати, кошкой не сможем отсюда выйти, насколько я помню. Надо будет все равно коротышку увидеть. Короче, она отказывается выходить, кошка. Где коротышка? Что-то мы взяли там в крапинку. Ну да, типа того. Короче, погуляем еще по Марсу. Ну, последний. Кстати, такой звук в игре еще есть в одном месте, насколько я помню. Вот это будение. Но там локация, грубо говоря, связанная с инопланетянами, некоторым образом. А может, там и не совсем такой звук. Так, скажем, с ним. Все. Потерпел кораблекрушение. Что ты будешь делать теперь? Я-то проснусь. А ты что будешь делать? Ну, кстати, если там ложиться спать, по-моему, ничего не произойдет больше. Ну, даже не по-моему, а точно. Ах, ладно. Короче, нет. Влазь. Влазь. Я передумала. Влазь. Блин, я, кстати, могла бы забыть засейвиться. Если что. Нет. Не хочу ни до каких. У меня уже пять. Алло. Нет, я спать пойду. А, или до пяти это вы собираетесь смотреть и не вы. Я очень внимательно читаю. Так. Пам-пам-пам-пам. Так, все, Нат. Я сохранилась. Да? Ну, ладно. Этот прогресс мне нетрудно будет восстановить, если честно. Главное, что это самое. На стриме все посмотрели. Что я хотела. Более-менее. Короче, ладно. Спасибо, что смотрели. Тупили. В экран. С супер-контентом. Когда-нибудь да пройдем еще. Спасибо. Ну, пока. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok